Мордека и Ригби. Эти ребята начали свою деятельность совсем недавно, но уже смогут порадовать тебя интересными роликами. Различные монтажи и прохождения. Конечно же, без Террарии здесь не обошлось, но и других игр хватает. Не буду рассказывать сразу всё, а просто посоветую глянуть на это самому. Поможем парням в их начинаниях. Ссылка на привычном месте. Описание. Хей, народ. Давненько не было Айзека, и некоторые даже просили в комментах, чтобы я заснял чего-нибудь. Сегодня я хочу сделать необычный забег. Суть его будет в том, что я выберу рандомного персонажа. Ну вот, Магдалина. Вполне сойдёт, потому что я на ней ещё не играл, и вы её даже не видели в роликах. Магдалина, в принципе, она не слишком отличается от Айзека, но, как вы видите, у неё на один контейнер хп больше, и у неё есть активный артефакт, который восстанавливает здоровье. Так, не очень меня удачно зажали. Вот и первая смерть. Довольно годный предмет. Особенно для Магдалины, она толстая. Поэтому... Буду роль танка исполнять. Этот артефакт, он пассивно работает, и есть шанс заблокировать выстрелы, которые летят прямо мне в лицо. И, кстати, шанс довольно велик. Регман. Наверное, могло быть хуже. Нет, не могло. Что-то я по лицу отхватываю вообще конкретно. Урона катастрофически мало. Какой же долгий бой. Ещё чуть-чуть. Отлично. Наконец-то. Так, это, насколько я помню, когда меня ударит кто-нибудь, и я начну оставлять за собой кровавый след, который дамажит врагов. Короче, опять херня. Ладно, отчаиваться не стоит, а язык такая игра, что в любой момент может всё измениться. Буду себя утешать этим. Вот мой красный след. Ну, кстати, это тоже какой-то урон. Можно даже с помощью этого убивать врагов. Пилюля. Рисковать или нет? Можно поставить вот так бомбу и проверить секретную комнату. Шикарно. Можно дать пару ключей по прошайке? Ну, давай, хоть что-нибудь. Понятно. Больше не буду с этим парнишей связываться. Вот, кстати, одну бумонетку мне. Карта полезная штука, особенно в сочетании с компасом. Конечно, далеко не всегда удается найти два этих артефакта, но в случае, если получается, тогда становится намного проще играть. Ой-ой-ой, вот это мне не повезло. Очень противный босс. Он очень редко встречается, ну или, по крайней мере, я его редко встречал. Но он противный до жути. Еще вот этот его след поносный, который он оставляет, по нему персонаж скользит. Я просто не могу от него оторваться. Он намного быстрее, чем я. И траектория полета вот этих вот, не знаю, кукурузин или чем он там стреляет, они очень мерзкие. Вот, если он меня таранит, я просто не могу убежать. Ну, еще чутка. Не дано какашке победить меня. Знаете, спидап вот вроде бы не очень, а вроде бы в моем положении вполне сойдет, потому что я какой-то медленный. Я от босса еле-еле убегал, так что спидап это хорошо. Пойду куплю карту, как раз 15 монет все-таки накопил. Не то чтобы это прям необходимый предмет, но пригодится. Третий уровень у меня ни тирсапов, ни дэмэджапов. Сюда надо будет вернуться попозже. О, шикарно. А, ключа у меня нет, ну да. Теперь еще одна проблема, раздобыть ключ. Какой же я огромный все-таки. Возвращаемся назад. 14 минут, а я только на первых пещерах. Это очень плохо. Не дэмэджап, но урона должно быть побольше, потому что рандомные слезы порой с каким-то эффектом. Главное от костра сейчас урона не получить. Это будет очень обидно. Так. Блин, костры бывают порой опаснее, чем какой-нибудь монстр. Ну, в магазин смысла идти нет, да и ключа тоже нет. У меня вообще как-то все очень бедно. Одна монетка, ноль бомб, ноль ключей. Ну ладно, ключ один дали. И то хорошо. Да сколько можно высирать этих пауков, а? Я их и так по полгода убиваю. Главное, лицо такое грустное. А спавнит их просто неистово. Все, успокойся. Охренеть. Ладно, попробую его кровушкой своей умыть. Один из моих самых нелюбимых боссов из-за его тарана... Жутко раздражает. И опять херня. Так, ну надо вернуться и забрать белое сердце. Черт! Кто здесь неудачник? Я здесь неудачник. Вот это рандом. Я и не против. О, вот этого парнюшка тоже взорвем. С него пять монеток должно выпасть. Отлично. Ну, хоть где-то мне подфартило. Не в артефактах, так хоть в секретных комнатах. Вот серьезно, ничего другого мне дать не могли. Ну, я даже не знаю. Ладно, пускай монетки собирает. Вот, кстати, сейчас убью алчность и можно оставить все монетки. Бумба. Пускай он сожрет их. Посмотрим, как он и изменится. Прокачать ли я вообще левел себе или нет? Да, он какой-то странный стал. О, кстати, а ты сможешь забрать эти монетки? О, вот это отлично. Я бы сказал, что это шикарно. Он теперь даже стрелять начал. Давай еще, еще бери. Какой мутант, боже. Ты что делаешь? Неадекват. Он размером почти как мой персонаж. А бумба хорош. Слушайте, да это прям как мидбой. Охренеть, он дамажит. Зря я на него жаловался. Он, оказывается, очень-очень хорош. Пентаграмма. Вот это мне уже нравится. О, мой бог. Это же... Да. Это КГ. Вот так можно перевернуть исход игры. Достаточно превратиться в кота. Больше ничего не нужно. Что тут у нас? Это неплохой способ поднять здоровье. Но, честно сказать... Да, я, пожалуй, возьму эту карточку. Потому что я смогу постоянно себе поднимать хп. А так как у меня сейчас одно здоровье, это как бы не очень хорошо. А если найти батарейку, то можно даже парочку сердец за один уровень сделать. Ладно, мой бумба разберется с ним, я в него верю. Это какой-то запредельный урон. Не, серьезно, это не баланс. Ой. Какой же я неудачник. Вот так с одного сердечка я сделал себе шесть. Можно было бы больше, если бы я не тупил в некоторых моментах. Я так понимаю, сейчас будет мама. Я что-то упустил этот момент. Секретку уже нашел. Ну да, здесь больше делать нечего. Что дает этот шприц? Скорость. Хорошо. На самом деле, с таким сетом я могу даже сатану убить. Но не факт то, что... Откроется дверь к нему. Помеченный камень. Я сначала думал, что мне показалось, но нет. Он реально помеченный. Надо бомбу найти. И вернусь туда. А вот и она. Далеко идти не пришлось. У меня почему-то под бомбами ядовитая лужа появляется. Скорее всего, вот эта лужа под бомбами, она из-за тринкета. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вы знаете, я думаю, мне этого количества красных сердец вполне хватит. Поэтому я возьму книгу бессмертия. У нее откат три комнаты всего лишь, а полезность ее зашкаливает в некоторых ситуациях. Поистине, самый долгий, наверное, и самый сложный ран будет. Потому что начало действительно было хардкорное. Неповоротливая магдалина с невероятно низкой скоростью атаки. А теперь монстр, который... ...с помощью чужих рук, по сути, убивает всех подряд. Мухи и бомба. Что еще нужно для счастья? Пожалуй, я отсюда свалю нахер. Что это такое? Давно не встречал смерть как босса. Да, я, пожалуй, возьму лапку. Почему нет? Так, куда идти? Либо наверху слева, либо справа. Босс будет. Попробуем сначала слева. Так, ну, с первой попытки нашел. Думаю, какого-то особого смысла исследовать уровень до конца нет. Потому что это уже конец, по сути. Так что пойду сразу на сердце. И так 50 минут играю. Это что-то до хрена. Если, конечно, откроется дверь к сатане, я буду очень рад. Тактика работает. Просто ничего делать не нужно, все сделать вот этот маленький шакал. Вот и все, в принципе. Зацените концовку и всем пиз. Продолжение следует...